На этом снимке вы видите самые разнообразные типы синагог, которые были распространены в основном на территории современной Украины, которая, о чем мы будем говорить в дальнейшем, в общем-то была наследницей территории разных стран, где жили евреи. Поэтому, будь то Ивано-Франковск, Станислав бывший, будь то Гвоздец, селение в Прикарпатии, или, например, ряд других городов, так сказать, ну не важно, там Черновцы, например, Буковина, Австро-Венгрия, потом Румыния. В общем, все эти страны, все эти территории, по сути, и создавали вот те предпосылки, условия жизни внести их общин, которые, скажем, дали жизнь этим зданиям, разным типам или каким-то уникальным постройкам. Здесь вы увидите и деревянные синагоги, и крепостного типа оборонные, и самые центры особенно, самые, казалось бы, такие неказистые, обыкновенные строения, поскольку рассмотреть вот еврейские культовые сооружения одной плоскости чрезвычайно тяжело, поскольку все это напластовывалось здесь и религиозный фактор, и фактор социальный, и местоположение общины, определенные ограничения, которые накладывала власть в тех или иных регионах, как бы все это влияло на тип этой той или иной постройки. Вот, поэтому я не знаю, сколько аудитория осведомлена в принципе о том, что есть синагога, каков ее, скажем, генезис исторический, и я бы хотел так вкратце вам сообщить вот такие общие сведения, дабы вообще представлять, с чем мы имеем дело. И тут я бы немножко, как бы так, проносировал ряд вопросов, которые нам предстоит рассмотреть сегодня и в ближайшие дни, с тем, чтобы была такая более четкая, ясная такая структура, как мы будем этот материал осваивать. Итак, первая синагога в ее историческом движении, в ее эволюции. Второй вопрос, который мы рассмотрим сегодня, это вопрос формирования восточноевропейско-еврейской диаспоры, специфика истории, культуры, как бы фон, на котором возникают, строятся, развиваются синагогальные изотчества и появляются те или иные типы синагогов. Детально мы не будем ими сегодня заниматься, поскольку это, в общем-то, уже материал такой архитектуроведческий, искусствоведческий, мы немножко позднее будем его рассматривать. Такой интересный вопрос, если мы успеем его сегодня рассмотреть, это вопрос трагической судьбы синагогальных зданий. Он, казалось бы, лежит немножко на окраине вообще в целом этого явления, казалось бы, оно так снесет исключительно такой художественный, искусствический характер. Но, тем не менее, это очень интересная, любопытная линия наблюдения, как преследование евреев отражалось на преследовании синагог, и как уничтожение общины, точнее, уничтожение синагоги становилось символом уничтоженной общины. Как-то простекало в различные времена. Вот такой материал, который был подготовлен в виде публикации, мне кажется, имеет смысл немножечко его озвучить. И такой интересный фактор, который будет важен для исследователей истории восточно-арапейского еврейства, как правовой статус синагог. Были какие-то ограничения, если были какого плана, в каких странах. Это раз. И второй вопрос, который вытекает отсюда же, каким образом при наличии такого количества запретительных постановлений властей все-таки евреям удавалось строить свои здания. Это наличие такого феномена, как штадланы или штадланим, то есть заступники в лесных общин, которые, собственно, и выступали главными ходатаями перед лицом властей, способствовали различными формами, различными средствами, так сказать, и убеждения, и подкупа, и самыми разнообразными, невероятными, так сказать, инсинуациями способствовали решению этого вопроса, положительному решению этого вопроса. Мы рассмотрим некоторые примеры. Как бы это явление имело место, и тоже имеет смысл это держать, в общем-то, в поле зрения. Ну вот, может быть, в самом общем виде коснемся вопроса синагоник объекта искусства и различных подходов, поскольку кроме вот тех самых ограничений, о которых я вам говорил, внешних, существовали еще и внутренние ограничения самой еврейской общины. Ограничения, которые касались религиозных предписаний, касались наличия или отсутствия каких-то канонов, какой-то традиции. Вот в самых общих чертах мы этот вопрос сегодня с вами затронем, чтобы вот разные аспекты истории, культуры, традиции и искусства в целом были освещены. Итак, синагога. На этой картине, которую написал Соломон Харт в 1850 году, вы видите изображение праздника Симхат-Тара, праздника завершения чтения, годового цикла чтения Торы в синагоге города Левором. В данном случае Италия здесь как бы не имеет какого-то значения, это, кстати, особого. Это картинка для того, чтобы вы себе представляли некую атмосферу синагогального действия. Во-первых, в руках людей, элиты, еврейской элиты этого города, вы видите свитки Торы, которые выносятся из бимы, верхней части возвышенности, точнее, в центре синагоги, выносятся и как бы куда-то они их несут, куда мы сейчас вами увидим. О чём эта картинка? Она как бы показывает, в общем-то, главный смысл и предназначение синагоги. Синагога возникает, собственно, как социальная, общинная структура после такого явления, как Вавилонский плед, который начинается в 536 году до нашей эры с захватом иудеев на ухода на ссором. И в дальнейшем синагоги распространяются по всей территории еврейской диаспоры. Тонкость тут в том, что были ли они в то время уже домами молитвы, сказать сложно. Поскольку существовал главный объект еврейского культа – Иерусалимский храм, то сегодня есть много дискуссий по этому поводу. И само происхождение этого слова связано с греческим понятием «собрание». Синагога – это собрание, прежде всего. Но в еврейской традиции само здание, которое мы называем синагогой, включало в себя три таких смысловых назначения и контекста, которые в зависимости от того или иного региона, того или иного конкретного здания превалировали в том или ином случае. Синагога имеет три статуса. Это прежде всего Бейт-Кнесет, дом собрания, то есть синагога, где собирается община для решения своих самых разнообразных внутриобщинных дел и просто для светской болтовни, в конце концов. И для этого использовались эти здания. Просто это место общения в широком и в таком узком смысле этого слова общественном. Второй ее статус – это Бейт-Дфила, дом молитв. Таковой синагога, скорее всего, становится уже после разрушения второго Иерусалимского храма, 70-й год нашей эры, и даже более поздние времена, но кто в целом знаком с историей еврейства, после поражения восстания Бар-Кохбы, когда утрачивается надежда на восстановление Иерусалимского храма, и евреи понимают, что теперь храм из области реальной перспективы возрождения переносится в область эскатологических ожиданий, мессианских ожиданий. И после этого синагога, собственно, становится такой синагогой, никогда не заменяя храм в полном смысле. К ней применялся еще и такой эпитет, который часто отвечается в Библии, в Торе – Малый храм, но, по сути, таковым синагога никогда не была, и слово «храм» нельзя употреблять для обозначения синагоги. Это как бы принципиальное значение, поскольку храм был и будет один, теперь уже третий, по верованиям иудеев, да, так сказать, он был построен в нити времена, так сказать, прихода Мессии, будет построен чудесным образом, буквально спущен из неба на землю, и наступит мессианское время, куда соберутся в эры Цесаре все евреи, так сказать, всех времен народов, живые и мертвые, погибшие, умершие, так сказать, во все предыдущие времена, и наступит состояние, так сказать, третьего храма, эпоха Мессии, эпоха, ну, как бы, иной жизни, скажем так, да. Вот такие воззрения, которые стали доминировать, и назначение синагоги, по сути, было таковым, что она должна была сопровождать иудеев быть временным, временным домом их общения, временной молельни до этих времен, мессианских времен. Так было всегда, и в память о разрушении храма, главную восточную стену внутри синагогального здания, не всю, конечно, там частично отдельные куски могли оставлять не заштукатуренными, не заштукатуренными, в память о том, что главная цель евреев ждать мессию в каждом поколении. Соответственно, любые требования, любые предписания, касающиеся храмовой службы, и обустройства храма принципиально запрещались для синагог. Это с одной стороны. С другой стороны, так сказать, и храм был построен, как и, в общем-то, все постройки ближневосточного региона по некому, как бы, не спослан с неба, да, так сказать, по некому высшему указанию, которое было описано в Торе, в главе «Исход», так сказать, где, собственно, Моисей там получает очень точные указания, как строить, ну, тогда еще, скинию завета, вот, ну, это все равно был, так сказать, прообраз храма. Вот, соответственно, все равно синагога должна была, в общем-то, быть построена так, чтобы отражать некие метафизические, религиозные представления и идеи о том месте, где должна пребывать шахина, божественное присутствие. Таким образом, синагога должна была, как дом молитвы, временный дом молитвы, который существует до неких лучших времен грядущего избавления и собирательства всех евреев в Эр-Цесрае, она должна была сохранить еврейство. Для этого, собственно, и предназначалось это здание, его суть, и сам синагогальный ритуал, центром которого стал свиток Торы. Вы видите сейчас здесь людей, которые выносят большое количество свитков. Опять же, это часть, так сказать, такого культурного предания, которое сегодня очень актуально, и статус синагоги зависит не от того, насколько в нем красивые дорогостоящие витражи, ценные росписи и насколько значительного статус здания. А какое количество свитков Торы там содержится? Насколько они древны? Насколько, скажем, община сумела сохранить, пополнить, приумножая в каждом поколении это количество? Ну, для некоторого такого ориентира, если мы берем уже регион Восточной Европы, я могу сказать, что, скажем, в синагогах на территории современной Украины, или, например, это тоже современная Украина, скажем, там Восточная Галиция, Львов, Станислав, Ивано-Франковск, нынешний Черновцы такой город, очень крупный центр еврейской жизни, культуры до революционного времени, в каждой синагоге могло содержаться несколько десятков этих свитков, до 30 и больше, и этим славилась эта синагога. И, конечно, самый древний свиток, он определял ее статус, и об этом знали здесь те общины, и, соответственно, это, в общем-то, давало, так сказать, определенное лицо этому зданию. Это в смысле религиозно, так было не всегда, и это был как бы один ее статус. Другой, конечно, статус, это внешний вид, об этом мы немножко позже поговорим. Свиток Торы. Вот мы сейчас посмотрим с вами на другое здание, другой объект европейский. Одно из синагог Европы, неважно, как она называется, неважно, что это, так сказать, мне важно просто вам показать сам зал, чтобы вы примерно представили общее устройство синагоги, молельного зала. Это та часть, в которой находятся мужчины. Мы об этом тоже будем говорить немножко сегодня, чуть больше в другое время, когда будем говорить о эволюции пространственного интерьера, пространственной структуры синагального здания, и связанного, может быть, с этим эволюция и развитие, скажем, социальной структуры внутри общины, изменение женского статуса тоже и так далее. Да, так сказать, молельный зал, место, где молились только мужчины, это одна из традиций, которая, в общем-то, имела место в самом храмовой службе. В центре зала вы видите здесь, вообще хорошо видно, или немножко отсвечивает? Нормально. Да, вы видите здесь Биму, или Алмимар, а так она называлась в синагогах сепардских, на Востоке. И Арон-Кодеш, святой ковчег, который, собственно, и являлся такой своеобразной заменой, я это говорю в кавычки, замена, немножко сложнее, так сказать, но, в общем, как-то можно было бы его соотносить с ковчегом заветов, которые хранились, скрижали. По сути, несколько раз в понедельник, в определенные дни, там, скажем, понедельник, четверг, праздники, из Арон-Кодеша вынимался святой ковчег, обносился через весь зал, его клави на возвышение, на возвышенное место, на Биму, читался недельный отрывок Торы, и так все эти книжки разбивалось на соответствующее количество глав. Затем он проносился вниз, и опять его ставили на прежнее место, торжественно закрывали. Этот обычай назывался гакофот, и вот по сей день он сохранился. Таким образом, синагога есть не что иное, как место сосредоточения и хранения свитков Торы. Поэтому можно сказать и так, нет Торы, нет синагоги. Есть что угодно, но нет того здания, в котором есть какой-то элемент святости. Ну, это отдельная тема святости и синагога. Немножко мы его тоже коснемся, потому что здесь накладывается несколько таких линий. С одной стороны, художественная традиция, которую вообще надо воспринимать отдельно от религиозных, так сказать, догматов и религиозного статуса синагоги. Да, вот дальше немножко этот вопрос я вам попытаюсь прояснить. И момент, значит, второй. Сегодня здесь прозвучало слово «шехина», да, божественное присутствие. В храме в Иерусалимском, по сути, шехина находилась постоянно. После его разрушения в синагоге шехина не находится постоянно, а находится лишь в определенную ситуацию. Эта ситуация, есть молитва, в которой участвуют не менее десяти совершеннолетних мужчин. Мужчин, скажем, по возрасту старше, чем 13 лет. Поэтому известно всем сегодня, так сказать, слово выражения «бар-митсва» и «бат-митсва». Это не просто такой красивый обряд, так сказать, издревле в еврейской традиции. Это, в общем-то, такая некая инициация, которая для мальчиков является вступлением в такой взрослый статус мужчины. Собственно, это как бы совпадает и с определенными, так сказать, физиологическими процессами, и с этого времени уже мужчина может иметь семью. Но что касается темы, о которой мы с вами говорим, это слово «миньян», десятка взрослых мужчин, молящихся, во время молитвы открываются врата небес, и шехина нисходит на молящихся и присутствует в здании синагоги. И вот, собственно, это и придает ей состояние святости и состояние того, которое можем условно назвать храмовым состоянием, состоянием храма, сакральность некая. Все остальное время, в общем-то, здание, так сказать, используется, например, как дом учения, бейт-мидраж третьего состояния, да, бейт-мидраж до мучения, вот, или же как место собрания, вот, ну, в общем, вот, если так сказать совсем в двух словах, то можно вот так его охарактеризовать. Собственно, кроме наличия свиткаторы и наличия миньяна, и еще одного фактора, который имеет место вот в этой сакрализации молитвного ритуала, сейчас я вам скажу, все остальные вещи вообще не важны в синагоге по определению. В отличие от христианской традиции, здесь нет упования на образ визуальный, и, соответственно, синагога может быть даже вот в этом здании, в котором мы сами находимся. Если здесь будет соблюдено то условие, о котором я вам говорю. Третий фактор, о котором я бы сейчас тоже хотел немножко затронуть, чтобы дальше мы уже знали, о чем мы говорим, сейчас мы этого немножко коснемся тоже, это пространственная ориентация синагоги. Синагоги ориентировали в основном в направлении Иерусалима. Когда в Восточной Европе, понятно, в Средневековье, более позднее даже время, было невозможно определить точное его положение, брали условно Восток, и из-за этого называли это положение, как и саму алтарную часть, называли Мизрах, Восток, которое переводится как с той стороны Дух Жизни. И это направление, и молитва, и шахина присутствующая, это как бы все замыкалось не этим таким священным кольцом, так сказать, и давало, в общем-то, ощутимую вовлеченность иудеев, которые молятся, вот в этот некий, так сказать, круг жизни, который в итоге должен был завершиться мессианским избавлением. Вот если так, кстати, вкратце, с той надойной надея, вот так можно было бы охарактеризовать то состояние, или тот, так сказать, тот смысл понятия синагога, который вот мне важно вам объяснить, именно с точки зрения его статуса как бейт-филы дома молитв. Ну, здесь, опять же, для общего представления показана картинка, на которой изображен святок Торы и сам шкаф, который называется Арон-Кодыш, Святой Ковчег. Еще одна вещь, о которой я бы хотел сказать сразу. Ровно в той же степени, в которой слово «храм» не употребляется для обозначения синагоги, не употребляется слово «алтарь». По сути, слово «алтарь» обозначает место жертвоприношения. Таковым местом был Иерусалимский храм. Жертвоприношения были запрещены после того, как храм был разрушен. И слово «алтарь» просто вышло из обихода иудеев. Единственная, скажем, вещь, которая может условно соотноситься с жертвоприношениями, это определенные молитвы, которые читаются в те или иные дни, и которые заменяют, символически заменяют жертвоприношения, которые регулярно приносились в храме. Но, тем не менее, слово «алтарь», «алтарная стена» — это довольно весьма условное определение. В строгой науке его не используют. Использующее слово «гихал», которое тоже обозначало зал храма. И оно приносится и на синагоги. Единственное, что употребляется в мире восточных евреев. Для тех, кто здесь присутствует, важно хотя бы в двух чертах объяснить, во что одет свиток Торы. Или, в общем-то, вы разбираетесь. Скажите, не разбираетесь. То есть тогда, знаете, я тогда, наверное, буквально две минутки об этом расскажу. Но это сам по себе факт довольно интересный. Тем более, что такое отношение трепетное и очень обожествленное к свитку, оно не случайно. Сам по себе свиток, он пишется специальным человеком, специально обученным сойфером. И это есть такое очень священное ритуальное действие. Вот здесь показан один свиток без одеяния, без облачения. Это текст пятикнижия, который написан на отдельных кусках пергамента, бычьей кожи, специально выделанной и выбеленной этим человеком. Свиток этот пишется в течение года примерно. И он имеет комплекс одеяний, которые, в общем, усиливают его торжественность и подчеркивают его особый статус, его, по сути, статус божественного атрибута своеобразного. Такой план творения, который Всевышний, по которому он создавал Вселенную, которую он, так сказать, отдал людям, евреям в частности, с тем, чтобы они расшифровывали в каждом поколении эти знания и их соблюдали, как западники. Прежде всего, этот свиток в скрученном состоянии, на него надевается вот такой чехол, который называется Тора-мантул, чехол для Торы. Ну, по сути, это вот такой матерчатый, если мы берем, ашкинастские местные восточноевропейские общины. Ну, он имеет и другие такие, скажем, формы в виде жесткого тубуса, если это восточные общины, с очень богатым, пышным украшением. Сверху Тора-мантула надевается вот такой щиток, который называется Таз или Тора-шилд, щит Торы. По поводу символики я сейчас не буду особенно касаться, буквально одно слово скажу в конце, это отдельная тематика. Считается, что происхождение связано с табличками, которые обычно писали донаторы, дарившие свиток Торы, или на чей день, где он писался. Но впоследствии эта функция была утрачена, и этот щиток просто, скажем, составлял такой ассамбляж, так сказать, одеяний традиционно, который сегодня украшает свиток, и там могут быть изображены самые разнообразные символы. Он не функционален в принципе. Функциональная вещь, которую вы видите с правой стороны, это специальная указка, которая заканчивается кистью руки, с вытянутым указательным пальцем, очень часто депритрофированных размеров, с помощью которой читался сам свиток. Рукой по свитку было водить запрещено, поэтому водили такую указку. Называется она яд, рука. Наконец, венчался весь свиток, ручки, рукояти, на которые наматывался сам свиток, как бы и или, возможно, двойная комбинация. Или вот такими навершиями, и отдельно короной большой, или же присутствовала комбинация двух наверший, наверший и большой короны. Эти навершия называются ремоним, и, по сути, их идея – это образы двух колонн Ехин и Буаз, которые находились в храме Иерусалимском. И зачастую они заканчивались некой такой гранатовидной формой, напоминающей гранаты, которыми в Вене Капители украшались эти две колонки Ехин и Буаз. О них более конкретно мы поговорим, когда уже дело зайдет о внутреннем устройстве и о художественных аспектах. И большая корона, кетер-тара, так называемая, которая венчала весь свиток. Наличие колокольчиков, как правило, было призвано усиливать эффект, скажем, самого ритуального действия, проноса этого свитка, выноса его из Арон-Кодыша, выдружения на Биму, чтения, ну и затем занос обратно. Ну и есть такая точка зрения, что, возможно, это заимствован, такой реминесцент из христианской архитектуры, из колоколин. Вот, уподобление. Ну, здесь, в данном случае, он очень интересно был адаптирован к еврейской традиции. Вообще, вот мы дальше сами коснемся вопросов художественных. Я хочу сразу такой забросить тезис интересный. что в большинстве своем, в большинстве своем, евреи не производили каких-то особых символов. Они заимствовали уже существующие символы, изображения, мотивы, сюжеты из мирового искусства, и затем лишь меняли им смысл, придавали им какую-то свою окраску. Либо эта перемаркировка осуществлялась за счет того, что вводились соответствующие надписи, либо же вводилась атрибутика исключительно еврейская или символика еврейская, которая всю какую-то, допустим, композиционную интересную картину, панно, так сказать, или какой-то сюжетный ряд переначивала в своем русле. Такими, например, могли быть Мадин Давид, щит Давида, или скрижали, которые тоже стали евреским символом. В общем, что я хочу сказать касательно одеяний цветкаторы. Все это стало отдельными видами искусства, и сегодня вы можете их видеть как предметы иудайки. Предметы иудайки во многих музеях, собраниях мира, в том числе и в России. На Украине достаточно много таких музеев, где эти вещи содержатся. Но теперь вы будете примерно представлять, с чем это соотносится. Итак, пару слов о самом храме Иерусалимском и о структуре синагодии немножко более подробно. Значит, это одна из реконструкций храма, их было сделано очень много в различные времена. Это отдельная тематика. Реконструкции храма, храм до нас не дошел, ни первый, ни второй. Поэтому реконструкции храма, они могли носить характер такой теологический, поэтический, романтический, или же более-менее наукообразный, который каким-то образом репрезентовал архитектуру того региона, того времени. И как-то вот сами художники, ученые, архитекторы, представители вообще архитектурной теоретической школы пытались различные концепции выдвигать и обосновывать те или иные виды Иерусалимского храма. Если вы откроете старые издания или энциклопедии, например, Баргауза и Фрона, еврейскую энциклопедию XIII года и другие издания, вы видите много такого рода изображений. В данном случае я просто хотел вам показать его устройство, и немножко мы увидим, как была устроена синагога, каким образом она переняла определенные элементы храма. При том, что синагога не должна была быть построена как храм, с одной стороны то, о чем я сказал, а с другой стороны все-таки храм был отражением определенного священного мироустройства, и синагога не могла быть построена иначе, поскольку она просто тогда была бы совершенно таким отвлеченным явлением. В двух словах, храмовый двор, он переносится на синагогальный двор. Значит, вот такой связи, которую я сейчас вам говорил, в идеале ее нет, понимаете. Это, в общем, некая такая современная, я бы сказал, умозрительная модель соотношения одного с другим. В XVIII веке едва люди, которые возводили синагоги, они, так сказать, держали в голове эту модель, которая до них была бы общая. Тогда, в общем-то, храма не существовала ни в реконструкциях, ни в каких бы то ни было визуальных изображениях. Но это вот некие параллели, которые можно сегодня все-таки провести, дабы себе лучше уяснить, может быть, специфику еврейских общин и какую-то связь с прошлым. Наконец, центральный двор храма, внутренний двор, точнее, на которую попадали далеко не все израильтяне, а определенная их часть. Вот идея такая, значит, происходило какое-то зонирование пространства. В более широкую территорию могли попасть практически все иудеи, евреи. В центральную часть, скажем, были те, которых сюда не пускали. Это люди там больные, старые, так сказать, прокаженные, скажем, те, кто мог осквернить и молитву, и ритуал жертвоприношений. По той же причине, скажем, было запрещено жертвоприношение травмированных животных. И там была специальная комиссия, которая проверяла животное на пригодность к вознесению Всевышнего. Значит, здесь был один из дворов, где куда-то пускались женщины. И, наконец, центральная часть, где могли находиться только когены, священники, левиты и здание святилища. Вот тут в центре показана комнатка Кадоши Кадаши, святая святая, где находился ковчег Завета. Вот сюда, в этот зал мог входить только один человек, первосвященник, который, собственно, и совершал один раз в году праздник Йом-Типур, жертвоприношения за весь народ Израиля, возливая дровь на крышку ковчега. И вот эта, так сказать, структура, она все-таки переносится и на образ, пространственный образ синагоги. То, что вы сейчас видите, это такая обобщенная, скажем, обобщенная схема, которая, ну, более-менее работала как раз для нашего региона, для Восточной Европы, для мира Ашкиназа. Я сейчас вам в целом покажу отдельные ее составляющие, и дальше мы увидим, как это все соотносится с храмом. Собственно, весь этот квадрат – это молельный зал, мужское отделение, ориентацию вы видите, портал и Иерусалим. Это идеальная модель. Так было далеко не всегда. Вы понимаете, что общины, которые строили в Восточной Европе, синагоги находились зачастую в такой ситуации, в общем-то, ну, скажем так, ограничительной, и поэтому место они выбирали зачастую. Было всегда, когда выбирали, тогда, в общем-то, здание синагоги более-менее соответствовало этому и, в общем-то, достигало своего максимального великолепия и в пространственном решении, и в художественном. Но зачастую просто они адаптировали то место, где они могли строить. Поэтому и вход мог находиться с левой, с правой стороны в самых разных вариациях. И здание могло иметь неправильную форму конфигурации. Но это такая усредненная модель. Бима, то есть вот эта вот часть, которая выделена серым цветом, она, собственно, и замыкала на себе круг и процессию ритуальную со свитками Торы. Бима, Арон-Кодыш, Амут – это место, с которого, скажем, кто-то из общины, в отличие от, скажем, христианского мира, это мог быть любой человек, которого приглашали вести молитву, он вёл, собственно, молитвенный ритуал весь. В последующем с Амуда часто выступали канторы. Слово «кантор» как бы изначально не окрашивается в такое определение музыкальной, скажем, ведущей молитвы, ритуала, но впоследствии это становится таким отдельным жанром литургических песнопений, который называется «Хазанут», «Хазан» и «Кантор», в общем-то, одно и то же. Вот с этого места как раз велась молитва, и в более таких модернизированных общинах она велась уже с использованием такого более развернутого, профессионального музицирования, ну не музицирования, а распевов, так сказать, различных. Вот, конечно, всё было капелла, как говорится, но, в общем, это было такое особое искусство, «Канторское» или «Искусство Хазанов», и вот это было то место, которое обычно находилось с правой стороны от ступеней, ведущих на Арун-Кодыш. И недалеко от неё находилась большая ханутия. Ханутия – девятисвечный такой канделябр, который зажигали в праздник Ханука. Вот. Женское отделение здесь показано достаточно условно. Женская галерея могла находиться за мужской на первом этаже, могла находиться в боковых пристройках к синагоге, и вообще, так сказать, есть такая точка зрения, что в 16-м и более ранние времена женщина не участвовала в синагогальной службе, и женщины находились лишь во дворе синагоги, лишь впоследствии их участие стало тем более плотным. Вот. И в самое позднее время, это уже самый-самый конец 18-го века, а в Восточной Европе немножко позднее, когда сюда проникает реформизм, это уже середина 19-го столетия, более позднее время, женщины молятся на втором этаже, второй ярус, он практически открыт полностью, и они могут не только слышать, но и наблюдать молитвный процесс, чего не было в старых синагогах. Но ориентацию здания вы видите. То есть какое-то такое соотношение с тем, что существовало в храме, можно провести некую параллель. Еще одна вещь по поводу некой элитарности тех мест, которые были ближе всего расположены к алтарной части. Я буду слово «алтарная часть» использовать, ну, скажем-то, для удобства. Но я вам уже сказал, что оно не очень подходит для строгого научного разговора и текста. Тем не менее, в синагогах была такая практика, и в старых, и в новых. Практика покупки мест наследственной пользы. Когда места, которые располагались ближе всего к коронходышу, к алтарной зоне, они их приобретали наиболее состоятельные и влиятельные члены общины. Сегодня вы можете увидеть, если вы попадете в новоотстроенные или в реставрированные старые здания синагог Москвы, Киева, Петербурга, таблички с надписью. Здесь там место какого-нибудь, не знаю, Иосифа Кобзона там, и так далее, и так далее. То есть кое-какие места, они, так сказать, просто... Этих людей там нет. Они там бывают один раз на открытии синагога. Но это как бы сегодняшний день. По большому счету, есть такая интересная вещь, которая объясняет эту традицию. Когда-то внук Балшимтова, такой был, Рав Барух, он такую очень интересную мысль произнес. Чем выше, чем ближе врата к Всевышнему, тем они дороже стоят. Я думаю, что еще раньше евреи взяли на вооружение этот тезис. И вот он, так сказать, нашел себя в этих постройках, в этих синагогах. Очень часто, особенно в синагогах американских, таких уже постреформенных, в зоне Арун-Кодыша вокруг, с левой и с правой стороны, находятся места для наиболее влиятельных членов общины. И практически они повернуты лицом, обращены лицом к остальному залу. Вот такие некие общие моменты. Вот я пока, так сказать, в двух словах хотел вам в целом рассказать о устройстве синагоги. Да, пожалуйста. Скажите, а если вы рассказали о традиции покупки мест в синагоге? Да. А если, допустим, у семьи нет сыновей, то только дочкам? То кому переходит? Дочка выходит замуж. Кому будет свое место оставаться? Ну, если оно покупается в наследственное пользование, то ее внукам еще не будут мальчики. Можно продать. Можно продать, да. Это, в общем-то, хорошая инвестиция. Как это работает в наше время, не сказать сложно, потому что большинство этих мест, это все очень условно и так, скорее, символические вещи. Вы понимаете, в чем дело? В XIX веке примерно треть бюджета синагогального составляли сборы за счет покупки мест в будущей синагоге на наследственное пользование. Это очень была приличная статья дохода. Но и люди, которые там сидели, они сидели рядом слева-справа, были, так сказать, как бы люди их, можно сказать, социального уровня, и это было очень важно. Любые договора, вообще все происходило в синагоге. Все, так сказать, какие-то предварительные сделки, так сказать, все было там. Особенно в реформистях, куда люди ходили, в основном, ради того, чтобы пообщаться с нужными людьми, скажем так, да. Как это было в более ранние времена, в синагогах ортоксального типа или в хасидских, я думаю, этого не было. Все было несколько по-иному. И, собственно говоря, мы об этом попозже поговорим. Само устройство синагоги не предполагало такого рода партикулярность еврейской общины, скажем так. В последующее время синагога стала похожей на театральное здание с портером, где там, понятно, как и в театре, так сказать, более близкие места дороже стоят. Вот, скажем так. Теперь давайте мы сейчас вернемся в Восточную Европу. Я вам попытаюсь в самых общих чертах обрисовать контур географический этой зоны, этого региона. И, в целом, намечу вот не те линии, важные для понимания, о чем будем говорить, и специфика синагог именно Восточноевропейского региона. Восточная Европа – это территория, Восточная Европа с точки зрения Восточноевропейского еврейского мира, территория, которая, в общем-то, была сформирована Речью Посполитой. И в основном мы говорим именно об этом. Конечно, были другие страны. Конечно, возникало, так сказать, особенно на окраинах Речи Посполитой, с другими государствами, возникали, скажем, немножко другие явления и в области синагог. Но в основном это мир Речи Посполитой и это мир Идыша, Идышленд, земля Идыша, которая, в общем-то, породила и особую автономию евреских общин, и особое, так сказать, в целом мироустройство и ориентацию на основные центральные города, такие как Краков, Львов, Вильна, да, в которые... В Богемии сюда входит? А? В Богемии. Входит, конечно, да. Ну, она сюда входит территориально. Просто я сейчас возьму тот регион, о котором, во-первых, более-менее известно довольно хорошо, и, ну, именно он, как бы, задал, так сказать, тон всей Восточной Европе, скажем так. Значит, итак, Речь Посполита, да, значит, вот в неких таких хронологических рамках, 1569 год, время Люблинской унии, объединение Литвы и Польши, да, и раздел Польши 1772-1993-1995 год, три раздела Польши. Большая часть синагог, о которых мы будем с вами говорить, была построена вот в этот период, в этот период, когда формируется мир Штетла, мир Восточноевропейского и Юрийского мистича. Значит, конечно, если мы будем брать эти, скажем, эти границы более точно географически, то, скажем, на Востоке, это могут быть границы Днепра. Я имею в виду именно ареал распространения синагог, о котором идет речь. Разумеется, сюда можно взять, так сказать, и всю Россию, и, там, до Урала, да, так сказать, и фактически восточные земли Германии. Вот, ну, просто давайте быть более реалистичными с точки зрения, вот, локализации восточноевропейской, еврейской, как бы, айкумины в целом, да, и тогда будет немножко проще нам говорить и о зданиях, об архитектуре, о их специфике. То есть я так несколько говорю о Средненном, потому что иначе мы просто можем очень сильно расползтись. Вот. Значит, таким образом, до разделов Польши была построена большая часть синагог, о которых пойдет речь. Синагоги вот такого типа, который я показывал вначале, сейчас, как мы вернемся, вот такого типа деревянной, оборонной синагоги, это все специфика речи Посполитая в основном. Больше, ну, это уже немножко более поздняя, так сказать, стилизация под деревянной синагоги, мы о них потом поговорим. Все остальное, это уже период, в общем-то, реформизма, точнее, вот, говоря о землях Российской империи, тут слово реформизм не очень любят употреблять, это, так сказать, скорее характерно для немецких земель, модернизированный иудой, модернизированный юрист. Светское, просвещенное, так сказать, то, которое находилось под влиянием скалы. Итак, после разделов Польши, эта территория в основном делится между Пруссией, Австрией и Российской империей, и развивается уже под влиянием этих стран. Австрия, ну, опять же, вот, это общие средства, но хотя бы в рамках курса, чтобы немножко, там, себе какие-то хронологические рамки задали. Австрия 1804-1867, после которого становится она Австро-Венгрия, объединяется с венгерскими землями, и такая была ситуация до Первой мировой войны. Российская империя, которая после разделов Польши поглощает очень значительную часть Речи Посполитой в ее восточных границах, и почти сразу же, почти сразу же эти земли попадают под так называемую черту оседлости, черту еврейской оседлости. И это совершенно отдельное историческое явление. Те же земли, которые, там, например, принадлежали Польше, это шли Австрии, они уже развивались совершенно по другим законам, и темпы строительства, масштабы, красота, так сказать, и так далее, да, уже были несопоставимы с тем, что происходило в Российской империи после разделов, и особенно после этого знаменитого указа Екатерины Второй, после которого, это еще с конца XVIII столетия, и началась история чертой оседлости. Ее официально сняли в 1917 году, уже после революции. Значит, черта оседлости – это, по сути, продолжение, укоренение, консервация, как угодно. Вот такая, скажем, локализация штетла, штетлов, невозможность евреям в основной своей массе вырваться за ее пределы, и вот такая, я бы сказал, можно термин употребить, такая законсервированность жизни, культурной традиции во всех ее отношениях. Мы немножко этого еще коснемся, конечно. Такие земли, например, как Румыния, очень интересный регион, который сегодня становится открытым более-менее, так сказать, и ученые занимаются изучением румынских синагог последние лет 10, наверное, видят там уникальные совершенно образцы живописи, которые не сохранились на наших территориях, ну, из-за, так сказать, в Холокост, Второй мировой войны, в Румынии, все-таки территория Транс-Нистрии, где господствовали румыны во время войны, и, так сказать, они в целом сохраняли свое наследие. Это все осталось. Ну, собственно, вот после раздела Речи Посполитой, да, собственно, тут и происходит правление трех основных империй, российской, автрийской, позднее автовенгерской и османской. Болгария, скажем, да, Трансильвания, землю Югославии, Румынии, это все, так сказать, территории, которые находились под Османским Игом, ну, фактически до конца 18-го столетия, как, например, территория Крымского ханства, так сказать, это то же самое, вот по времени, даже трудно вообще здесь изучать жизнь евреистих общин, мало что тут, в общем-то, сохранилось с этого периода. Вот. Значит, немножко говоря о землях Российской империи, мы будем, кстати, больше вот на этот регион делать акцент. Российская империя, нет, давайте сейчас я вот еще о чем скажу, как бы тоже важно. В общем, одним словом, общие географические, политические границы преобразования, это все внешний фон, который очень важно понять для определения того, в какое время была построена Таллина синагога, к какому типу она принадлежит, насколько были свободны или ограничены в своих правах иудеи, да. Значит, второй интересный план, это план внутренних, внутреннее обустройство жизни, которое тоже надо рассмотреть. Значит, во-первых, во времена Речи Посполитой здесь все было жестко структурировано и имела место некая еврейская автономия под юрисдикцией воадов таких органов. Ну, главный был орган, это воад четырех земель, в которую, по сути, входила Польша, Литва, часть нынешней Украины, правобережье Днепра, вот. Ну, по сути, вся Польша, да, вся Речи Посполитой. На местах создавались вот такие локальные маленькие воады, а в каждом отдельно взятом местечке, городке, руководил еврейской жизнью Кагал. И жизнь была очень структурирована. Все законы, которые касались религиозной жизни, нормативов, социальной структуры, они все жестко совершенно соблюдались, и человек, который в результате нарушения этих законов был изгнан из общины, он вообще оказался на улице, его не принимал христианский мир, он не знал языка, во-первых, как правило, и с ним не велись никакие торговые операции и другие вещи, он оказывался без социальных связей и вообще был, по сути дела, обречен. В этих условиях существовала регламентация на все, в том числе и на синагогальное строительство, на взведение синагоги. Какими они должны быть, как их обустраивать, ну, в целом, вот эти вопросы там тоже рассматривались. К сожалению, до нас не дошел ни один документ полноценный, да, который можно было бы вам привести в качестве доказательства того, что на него ориентировались архитекторы, строители, которые возводили эти здания, или которые, по крайней мере, писали, вот там, то, что называется, программа, концепция синагог. Поэтому и то, что я вам говорю, и то, что вы увидите в других текстах, это все наши попытки реконструировать общую ситуацию, которая имела место, ну, скажем, бытность Речи Посполитой. В более поздние времена тоже, так сказать, не было таких изменений, ну, вот, всеобщего характера. Ну, скажем, если мы берем XIX век, там просто уже отдельные архитекторы участвовали в конкурсах и писали программы, можем понять, как бы, концепцию того или иного здания, архитектурных идей. Но это уже другое время, и об этом позже. Вот. Общинное самоуправление. Какова была, каков был еврейский мир в то время? Если мы берем Восточную Европу до, примерно до 1740-х годов, примерно вот так возьмем, да? Ну, можно и более позднее время, до конца XVIII века, до, скажем, 80-х годов. Это, в основном, такая моноденная среда, в которой, в общем-то, выделялось одно направление, одно движение – традиционный автоксальный раввинизм. И здесь авторитетами выступали отдельные конкретные раввины в тех или иных городах, которые там писали соответствующие трактаты, там, респонсы, ответы, так сказать, на сложные вопросы, так сказать, каких-то более мелких раввинов из мелких местечек. Вот. И, по сути, строительство синагог, росписи, вот эта сфера, да, о которой мы с вами говорим, она была, в общем, в рамках деятельности того или иного раввина на местах. Со второй половины XVIII столетия набирает силу хасидизм, да, новое направление в иудаизме, которое немножечко реформирует вообще саму суть иудаизма и постижения Всевышнего человека. Попросту говоря, они уходят, хасиды уходят от идеи учения к идее такому сердечному, эмоциональному служению Богу. Все это происходит не случайно, есть целый такой период закономерности, который подводит к возникновению этого движения. Опять же, в двух словах. Известна вам дата 1648-49 годы. Великий потоп, как его называют польские историки, восстание Богдана Хмельницкого, уничтожение большей части евреев на этих землях, приводит к такому очень сложному, такому тяжелому напряженному состоянию умов в остатках еврейских общин, которые считают, что это, в общем-то, муки перед рождением мессии. И евреи ждут мессию. Ну а раз есть спрос, то будет и предложение. Значит, один за одним, один за другим появляются люди, которые считают себя мессиями в этом регионе, Галиция, Подолея в основном. Такие люди, как Сартай Цви или Яков Франк, основоположники соответствующих мессианских движений в иудаизме, которые ничем не заканчиваются, а, в общем-то, заканчиваются разоблачением их самих и саббатианства, и франкизма. Но они морально готовят евреев к тому, что вот эти ожидания все-таки должны чем-то закончиться. И вот приходит такой человек, Баал Шемтов, господин доброго имени, Бэшт, который становится, в общем-то, основоположником хасидизма, который не утверждает себя мессия, который просто приносит на эти земли более понятный, более доступный тип учения. Вы, например, можете себе представить 1680-е, 1790-е годы, 1720-е годы, вот этот период, когда общины еще не восстановились. Очень тяжелое время. Они лишены техно-связи с центрами еврейской учености и, фактически, так сказать, они дезориентированы и в плане религиозном тоже. И вот он приносит, так сказать, такую религию, такое движение, идеологию, которая позволяет им очень быстро как-то духовно себя мобилизовать и объединиться. И у него появляется большое количество учеников. Эти ученики едут по всей территории Польши, потом по территории Российской империи основывают свои династии, их дети становятся родоначальниками новых династий. И вот такая сеть, так сказать, хасидских династий фактически покрывает всю Восточную Европу. Их с большим трудом переносили традиционалисты или ортодоксы. Возникали чуть ли не откровенные войны между ними, которые заканчивались буквально смертвоумийствами. Но очень часто, так сказать, это было такое игнорирование и выживание одних с другими. И они возводят свои типы построек, свои синагоги. Значит, мы уже видим, так сказать, второй тип, я имею в виду по принадлежности. Далеко не всегда можно вычленить и определить, какая синагога принадлежала ортодоксальному еврейству, а какая, так сказать, была хасидская. Например, были такие, которых не имели ортодоксы, только хасиды. Очень-таки маленькие, локальные, штиблы их называли или шулы, школы. Вот. Но если была община достаточно крупная, то, в общем-то, здание могло внешне ничем не отличаться от традиционного. Чего, например, не скажешь о следующем поворотном этапе жизни европейских евреев, о появлении реформизма. Конец XVIII века означался новыми веяниями внутри еврейских общин. Практически полвека это никак не касалось российских евреев, поскольку они вообще были изолированы от остального мира и вообще бесправны, по сути, внутри российского законодательства. поэтому мы можем тут в основном говорить примитительно к концу XVIII века о общинах немецких, автрийских, автро-венгерских в начале, в первой полынии XIX века, да, вот ближе к середине. Появляется движение Гаскала и его приверженцы москилим, которые выступают за плотное вхождение евреев в европейское сообщество. Каким образом? Это освоение европейских языков, прежде всего немецкого, прежде всего немецкого языка, русского языка, когда речь шла о общинах наших земель, вот, за получение профессий, нормальной советской профессии, а не, так сказать, еврейских профессий, которые обслуживали традиционную религиозную жизнь, таких как, скажем, портные, там, например, ремесленники всевозможные, которые делали, в том числе, и те предметы, о которых я вам говорил применительно к убранству, облачению свитков Торы. Вот, и они уже нуждались немножко в другом типе и иудаизма, и в других типах зданий. Их уже стали принимать, в общем-то, власти. Это люди, которые завоевывали определенное доверие, уважение. Кстати, большая часть из них и становилась вот теми самыми штадланами, о которых я говорил вначале, которые уступали заступниками, ходатаями от имени общин, и благодаря им и возникали синагоги. Практически во всех городах, особенно в Российской империи, именно это было, так сказать, решающе. И подношение, и различные благотворительные деятельности, фамилии таких людей, как Динсбург, семейство Динсбурга в Петербурге, Бродских в Киеве, Поляковых там. В общем, этот список можно продолжить. В каждом городе, так сказать, были такие люди. Они были уже заинтересованы в том, чтобы их евреям совершенно другое отношение власти испытывали, и как-то себя позиционировали в европейских городах. И вот такого типа зданий, которые вы видите вот здесь, они уже стали возникать. Это Станиславская, Ивано-Франковская синагога. Немножко попроще, может быть, немножко в Херсоне. Такого плана здания стали возникать в крупных городах. Более того, евреи стали бороться за местоположение этих зданий. Как правило, они входят в исторический центр. Но там уже вступали в силу, если мы говорим о Российской империи, антиеврейский закон. Например, такой закон о невозможности построить синагогу близко к церкви, и там было оплено допустимое расстояние, 100 сажень, если это одна улица, и 50 сажень, если это противоположная улица. Большая часть синагог, если вы присмотритесь, находится утопленными в глубину дворов. Просматривая все время архивы с выдачами разрешения на степеньство тех или иных синагог, я буквально через одно дело создала такую формулировку, что решение губернатора разрешить с условием отодвинуть чуть дальше, ибо это решение не соблюдается. Но поскольку в этих исторических зонах уже давно находились старые церкви и современные, то просто это было сделать невозможно. То есть, соответственно, традиционалисты, ортодоксы, хасиды, реформисты, это отдельная линия синагогальных построек. Еще отдельная линия, которая никак не сказывалась, правда, на внешнем виде синагог. Единственное, здесь мы уже не можем говорить о зданиях такого калибра, как хоральные реформисты и синагоги, а такой более усредненный, более такой, мало выделяющийся в застройте тип. Это здание, построите синагог различных социальных групп. Особенно эта ситуация была характерна для середины 18 века, когда после Хмельничины общины начинают расти, и одно здание уже их не удовлетворяет, и, кстати, начинают строить многочисленные здания и выделяться различные братства, различные социальные группы. Например, такие синагоги, как синагоги стекольщиков, синагоги водовозов, читающих псалмы. Эти названия, они, в общем-то, отражаются на названиях синагог, которые мы тоже встречаем. Вот, опять же, в отношении названий. До этого мы оперировали с вами такими понятиями, как Баэтфила, Баэткнесет и Баэтмидраж, домочения, молитвы и собрания, да, так сказать, это все имеет место во всех этих синагогах, разумеется. Вот. Ну, может быть, для хасидов было больше, больше склонности называть свои здания все-таки Баэтмидраж, потому что для них учение, там, буквально, переходило в молитву, и так и называется большая часть этих данных. Но когда мы коснемся конкретной архитектуры синагог восточноевропейских, то мы там увидим, и чем отличаются синагоги от Баэтмидража. Как называли синагоги восточной Европе, и в частности в Российской империи? Ну, во-первых, названия ортодоксальные в основном не обозначались. Единственное, что такое название встречалось очень часто синагога Ашкиназим. Да, вот мы об этом еще не говорили с вами, но вот когда речь шла о Восточной Европе, в Восточной Европе, мы говорили Идыш, Идышлен, да, но в принципе это как бы земли Ашкиназийского еврейства, которые проживали на территории к востоку от Франции и захватывали практически все земли до, ну, так сказать, включая Россию современную. Вот, поэтому слово Ашкиназим, Ашкиназская синагога, фактически она как бы была, ну, тождественная вот восточноевропейскому евреисту. Синагоги называли по именам донаторов, которые делали пожертвования и или там, скажем, провели какую-то невероятную, невероятную, так сказать, мужество, там, не знаю, какие-то свои качества, вот, целая сеть легенд по этому поводу сохранилась и это касалось, например, вот, ну, такой интересный пример синагога Золотая Роза, так сказать, которую там спасла жена Исаака Нахмановича, это львовское здание, было построено в 1582 году и вот в честь, в честь женщин тоже иногда называли синагоги, если вот на каком-то этапе историческом она, так сказать, проявила свою свое-то мужество, не тебе героизм, вот, как бы сумев, как царица СТР, так сказать, изменить отношение властей к решению юридической судьбы, то называли вот так, да, так, так сказать, синагоги Бродского, синагоги Лещинского, ну, в общем, большое количество зданий назывались по именами донаторов. Хаббатские синагоги так и назывались, то есть хасидские так и назывались, там, синагоги, ну, Хаббат сейчас, это одно из направлений хасидизма, Хаббат Рюбавич, да, их было достаточно много, вот, ну, в общем, такие здания, мы там детально рассматривать, их не будем. Итак, это такой внутренний план, по которому мы уже можем как-то идентифицировать здание и понять по названию, как бы, что оно нам может рассказать о самом объекте. Значит, теперь очень важный момент, который касается трагической судьбы синагог и вообще того, что мы изучаем, на основе чего мы делаем вообще все эти исследования и изучения. Не о том, что вообще каких-то серьезных исследований, историографических исследований синагог нашего региона практически не проводилось. Мы об этом будем говорить с вами завтра более подробно, с фамилиями, с книгами, с какими-то отдельными, сложными порой, так сказать, очень такими душесчипательными историями. Но в целом и России, и Украине, так сказать, повезло меньше, чем другим странам восточной Европе, ну, просто в силу того, что здесь не было, там не было теоретического режима и даже, так сказать, Холокост, он, хотя и стерстится о земле, многие издания и исследователи, все-таки он, как бы, радикально не изменил отношение людей к своим постройкам, да, к своему наследию. У нас же это было не так. Значит, что я здесь хотел вам сказать? Значит, в 1910-14 годах строительство синагог достигает на этих землях своего расцвета. Практически во всех городах России возникают величественные здания хоральных синагог, многочисленные здания, менее таких, может быть, крупных, но тоже значимых построек, которые по размеру достигают величия темплов, хоральных синагог. Но 1914 год, как бы, здесь ставит точку на развитии общин, и тут начинается довольно тяжелый, сложный процесс уничтожения вообще всего материального фонда и весь этих общин. 14-й год, Первая мировая война, это проход по этим землям, потом гражданская, в которую переход первая практически, это проход по этим землям всех войск, всех цветов. В первую очередь уничтожаются евреи, так сказать, особенно те, кто не может выплатить контрибуцию, сжигаются здания, разрушения и так далее, и так далее. Заканчивается Первая мировая война, так сказать, заканчивается Кровавая гражданская война с ее погромом и с ее насилием и с уничтожением многих зданий синагог, начинается советский режим. И вот тут начинается самое сложное и самое интересное, самое, как бы я бы сказал, неоднозначное. С одной стороны снимается черта оседлости и евреи, так сказать, перезжают в крупные города, могут строить свою новую жизнь, но тут же издаются законы, которые запрещают фактически развитие религии, распространение религии и объявляется тотальная борьба с религиозным мракобесием, так это назовем. Для этого было сделано все. Были созданы особенно то, что касалось иудаизма. Проблема здесь состояла в том, что к власти в основном приходят евреи. К власти, вот я имею в виду таких высших органах власти, в СССР приходят евреи, так сказать, которые в общем-то по сути своей являются люмпинами и они уже отрезаны или в своем поколении или в предыдущем поколении уже отрезаны от традиции. И им важно эту пуповину в общем-то разрубить окончательно. И во всех властных структурах возникают так называемые еврестии отделы, евсекции, которые занимаются пропагандой нового образа жизни и борьбой с религией. Но повороте эту религию так легко не удается. Да, я вам тут просто параллельно хотел показать такие видовые картинки. Вот, несмотря на этот длинный экскурс возникновения синагоги и ее генезиса, ее там связи с храмом, вот казалось бы, вот такая, так сказать, попросту говоря, деревенская халупа, так сказать, она на самом деле является очень традиционной и очень показательной синагогой для восточноевропейского еврейства. Вот именно на таком здании писали многие писатели, когда они называли там синагогу похожей на хасидскую шляпу, там синагогу, которую поддерживают евреи во что бы то ни стало, не давая возможности ей завалиться, потому что ну это для них так сказать святость, да. Здесь еще вот мы такую вещь не затрагивали, может быть, завтра немножечко мы этого коснемся. Различные предания, различный фольклор и тексты литературные еврейских писателей, в которых тоже как-то зафиксирован образ синагоги, как образ умирающего или образ священного или образ вообще как бы локус еврейской общины. Вот этот принцип так сказать есть синагога, есть евреи, нет синагоги, нет евреев, он очень хорошо просматривается вот как раз на примере этих текстов, когда хотят показать, что здесь есть так сказать какой-то еврейский дух, то очень часто по дажефонам бросают такой легкий намек так сказать на как там у Бабеля так сказать и вот и вот голуб уносит меня от вышербленного камня от твоих синагог писал он о обродах в частности. И вот как раз вот этот тип зданий так сказать несмотря на такую свою в общем-то неприглядность он очень так сказать характеризует старые синагоги которым действительно не давали упасть так сказать их поддерживали и это для них был такой образ и доказательство древней еврейской истории. вот такого рода синагоги крупные которые возникают в местечках в штетлах они располагались вблизи базаров скажем ну в общем-то были средствующим еврейского квартала можете здесь увидеть масштаб такого рода здания это Львовская область село Хорошев говоря о реформистах опять же общими так сказать крупными мазками да вы видите рядом с центральным собором в Днепропетровске Екатеринослав видите здесь здание хоральной синагоги с двумя башенками оно как бы сохранилось и поныне и сегодня реконструировано и так это все то что было до 17-го года печальная страница в истории синагог их разрушения в общем-то об этом можно говорить достаточно много приводя большое количество архивов различных записей мы сейчас с вами коснемся и 17-го года тоже но я наверное сейчас это попробую как-то объединить с той тематикой о которой я начал говорить в начале касаясь вообще вот такой трагической судьбы синагог я хочу вам зачитать несколько отрывков это отрывки из хроник из хроник 1648-49-50-х годов хроник хмельничны отрывки которые нам дают немножко возможность понять в общем то какое внимание уделяли сами авторы этих хроник такие как например Шабтай сейчас я найду просто этот кусочек стоп я извиняюсь это все таки немножко другой материал так вот вот такие как например мэр из Шебжешина или Натан Натыгановер и целая ряд других авторов этих хроник да вот они пишут такие вещи и был тогда в святой общине полон ученый и мудрый каббалист по имени Самсон и святой общины Астрополье и к нему являлся ежедневно ангел-посланец и обучал его тайном Торе и составил упомянутый каббалист толкование на книгу Загар согласно тайному учению Исаака Лурия накануне неиспосланного несчастья говорил ему ангел-посланец что в ожидании злого бедствия следует учинить большое покаяние каббалист много раз проповедовал в синагоге и увещевал народ покаяться в отвращении несчастья такое покаяние было учинено но оно не помогло его приговор уже был вынесен когда враги садили город помянутый каббалист вошел в синагогу а с ним 300 хозяев все большие знатоки закона одетые в саваны и укутанные с головой в талисы и они были погружены в глубокую молитву до тех пор пока враги не вошли в город и они все были убиты в синагоге на святой земле ну и такая формула в конце которая очень характерна для этих хроник Господь отомстит за их души ну и так далее там очень много таких фраз проходит когда православные овладевали городом то после того как они убивали евреев ксензов панув начальников и защитников города они поджигали молитвенные дома а святки Торы и другие священные книги вшпадяли в грязь словно камни ну и так далее и так далее тут в общем-то довольно большой на месте где евреи возносили свои жертвоприношения там славные мужи предавали себя словно ягнята и овцы искупительной жертве Господа это вот пишет Саптайга Коэн тоже один из авторов этих хроников в общем идея этих хроников она дает основание эту линию так сказать и влезти в бедствии и уничтожение синагог проследить и дальше и проследить то что как бы с ними реально происходит и как в общем-то осуществлять этот принцип теми кто уничтожает евреев принцип нет евреев нет синагоги значит в 17-м году в 22-м году точнее мы уже дальше продвигаемся с вами возникает первые попытки еврейского пролетариата уничтожить религию своих отцов и предков да первое это было такой четко разработанная стратегия у нас сейчас время уже заканчивается поэтому я постараюсь это буквально общими такими линиями наметить по этому поводу было написано много статей много разных материалов но я больше так сомнительно к синагогам об этом расскажу итак первое это создаются ликвидкомы и уничтожа и так сказать происходит изъятие ценности из синагог это раз и происходит опись что самое важное опись всего имущества синагог и назначение так называемой двадцатки евреев из людей которые доверительно относились к советской власти выделение этой двадцатки который по сути которым и отдается это здание во временное пользование то есть здание собрали в общину и отдали людям которые неровно дышат в отношении советской власти соответственно у здания уже нет хозяев есть просто люди которые подписали этот документ через один год с 23 года уже начинается массированная атака на синагоге их отбирают их отбирают сами евреи устраивают такие показательные выступления еврейского пролетариата в разных городах но все практически на разных заводах фабриках тысячи евреев пишут петиции с одной формулировкой она примерно такая я вот сейчас вам в целом я скажу как она примерно звучала с какими-то легкими вариациями отобрать здание как очаг религиозного мракобесия так сказать и сделать его местом для рабочего клуба прежде всего отбирают вот эти крупные хоральные синагоги которые приспособлены которые первых имеют хорошую акустику имеют вообще большое пространство они фундаментальны они капитальны их отбирают в первую очередь для тех построек которые было трудно отобрать или так сказать этот процесс был такой довольно непростой на всех местах везде были какие-то возможности здания своего отстоять в той или иной степени и пролетариат понимает евреи что этот процесс так быстро не пошел как бы хотелось устраивают дискредитацию еврейской религии это происходит интересным образом это опять же начиная с 23-24 годов больше даже где-то 27 год когда этот процесс немножко притормаживается устраивают так называемый красный там красный песок там красная рожа шана так сказать где по сути устраивают такие инсценированные диспуты между религией и между пролетариатом которых заведомо побеждает пролетариат религи выносится приговор и в этот день так сказать все присутствующие в этом зале люди даже там переодетые какие-то деды которые как бы сдают свои полномочия говорят от имени всей старой общины что да мы там неправильно себя вели действительно бога нет и так далее тут же собирается петиция с большим количеством подписей и буквально в 2-3 дня синагогу отбирают и дальше наступает период такого перепрофилирования здания страдают сами здания уже в более позднее время в то время это было не так актуально в 50-е годы в 60-е стираются культовые признаки там взбивают самодин Давид и какие-то другие элементы которые показывают старую принадлежность этого здания значит ну вот я сделал небольшую подборку фотографий мы сегодня видим большое количество картинок там в отличие от того что будет послезавтра и потом так чтобы немножко погрузились вот в такой документальную базу так сказать того о чем идет речь это фотография евреев после погрома в киевской синагогии сейчас я не припомню ее точное название а на Демиевке где вы видите вот действительно разорванные свитки Торы так сказать сорванные талисы в общем полная разруха да и вот люди которые фотографированы на этом всем это примерно 19-й год вот такой уникальный совершенно так сказать уникальный кадр который мне так давно мне удалось найти в журнале Безбожник на Украине выходил такой журнал Безвирных Безбожник так сказать аналог российскому где мы этому тоже в каком-то смысле благодарны потому что там фиксировались фотографии этих синагог которые передавали под рабочие клубы и под иные советские структуры и там особенно в период 23-й 29-й год когда еще была нормальная печать при Неве после того как печать стала плохая вообще все это превратилось в такой документальный отчет а до этого это было очень красочно наглядно такой журнал выходил глянцевый своего рода для в общем-то популяризации процесса значит секуляризации населения вот и вот в частности был вот такой кадр там фотография из вот как раз инсценированного праздника типа Красный Песах в одной из синагог вот как был украшен фасад Бродской синагоги синагоги Бродского в городе Киеве вверху находилась звезда серповым молотом снизу тут немножечко так отречивает портрет Владимира Ильича ну и внизу значит центральный клуб кустарей кустарей ремесленников надпись на на идыше разумеется это кстати это в общем-то евреевский клуб никто их не отбирал это уже произошло потом когда большая часть евреев не вернулась после холокоста они просто стали бесхозными это уже другая история вот очень интересная вещь я вам сейчас прочту этот маленький кусочек он такой в памяти зафиксируется это такой призыв отобрать синагогу под клуб киевскую ну такое вроде стихотворения даже синагога под клуб по настоянию окр куста чтоб ему было пусто киевская синагога отобрана у Господа Бога безбожные кустари стащили на свалку в священные алтари помилуйте братцы взмолился раввин не дайте погибнуть ведь я не один дети жена а кругом безработица ну кто же обо мне теперь позаботится а кустари ему ответили грубо твоя синагога нужна нам для клуба и если бы к труду приучен был с молоду не стал бы бояться подохнуть от голода если же Богу нужны паразиты иди к нему в рай и требуй защиты катись и при этих словах кустари повесили в храме замок на двери был такой интересный эпизод в Одессе когда значит когда нужно было там буквально разрушить каменный арон-кодыш по-моему а может быть это касалось скрижали на на фасаде здания и евреи не посмели это сделать все-таки какой-то страх еще стоял так сказать быть наказанным всевышним и они попросили это сделать кого-то из неевреев ну в общем как и везде вот действительно редкий снимок из журнала безбожник где вы видите здание пространство интерьера киевской синагоги Бродского она сегодня открыта она сегодня реконструирована немножко не в таком виде но тем не менее зал прекрасно отделан так что вы можете посмотреть при случае в центральной нише где находится арон-кодыш это уже синагога такого реформистского типа находится портрет Владимира Ильича так сказать полный рост и здесь висят какие-то тряпки декорации какая-то такая довольно скудная так сказать сценография но тем не менее вот так на скорую руку был перекроен интерьер малинного зала это уже из моих краев так сказать синагога в Харькове от которой осталось ничего совершенно иное здание но тем не менее да это так сказать митинг 1929 года еврейского пролетариата с требованием отобрать синагогу под рабочий клуб вот Холокост на него нам уже времени не остается вот ну если можно я тут собственно говоря о нем можно просто сказать там одной фразой что конечно этот принцип нет общины нет нет синагога нет общины немцы не исповедовали нет такого документа который бы это подтверждал но есть ряд примеров которые показывают что во многих городах оккупанты велись подобным образом наиболее красноречив это город Львов в котором были уничтожены практически все красивейшие старинные здания синагог начиная с конца 16 века до начала 19 и сегодня там чистые пустыри так сказать вы там не видите ни одного здания темпл львовский был уничтожен предместная синагога городская синагога ну и целый ряд других в городе Черновцы в котором упало только две бомбы как говорят местные старожилы просто их немцы потеряли во время перелета никто не хотел этот город бомбить был целенаправленно взорван темпл прекраснейшее здание конца 19 столетия где сегодня сделан на этом месте кинотеатр и это конечно полное божество тем не менее после немцев не осталось практически ни одного здания деревянной синагоги и мы сегодня не можем видеть росписи о которой пойдет речь дальше и которую мы сегодня пытаемся с трудом как-то реконструировать потому что нет ни одного ну есть там все-таки кое по каким зданиям но вот такого исчерпывающего вида изображений нет и эта традиция была чрезвычайно интересна и уникальна ну что вам сказать конечно после войны отношение к этим зданиям было самым разным скажем в той же Польше так сказать где остатки сохранившихся евреев после холокоста просто были выгнаны так сказать оттуда и им созданы невносимые условия жизни так сказать после того как там не осталось евреев их памятники ну вот конечно прошли десятилетия тем не менее их памятники стали просто объектом туризма и сегодня практически в всех городах мы имеем на счастье видеть прекрасную конструкцию так сказать музеи вот Прага тоже самое так сказать ну в Румынии сегодня есть общины которые их эти здания поддерживают на наших территориях к сожалению судьба оказалась до тех зданий печально все последующее время начиная с послевоенного периода был лишь короткий срок короткий период там буквально сорок четвертый сорок седьмой годы когда сталинская власть поддержала религию даже там были какие-то брошенные так сказать какие-то лозунги верховными правителями нашими так сказать о том а не слишком ли так сказать рьяно мы ведем бой с синагогами и вообще с религией но это заигрывание с общинами очень скоро прекратилось и в сорок девятом году началась опять же массовая атака на закрытие синагог вот но об этом тоже много писалось но даже те здания старой старины которые представляли собой память эти архитектуры искусства они находились в руинах в забвении там были склады спортивные комплексы и декор практически полностью был утрачен в наших землях так сказать те остатки которые там остались чудом там скажем в россии там да московская синагога в петербурге хоральная синагога в Санкт-Петербурге построенная Шапошниковым и так сейчас я второго не припомню был первый так сказать архитектор еврей который вообще построил так сказать здание синагоги попозже я его вспомню вот на Украине это буквально считанные объекты тоже вот и все что мы имеем сегодня из старого фонда то что сегодня возрождается начиная с 90-х годов в основном это новострой переделанные здания которые уже учитывают потребности современных общин это и различные достройки понимаете проблема в том что допустим в центральной части Украины эти здания просто некому эксплуатировать так сказать они и сегодня стоят и можно было бы дать им какой-то статус но их место таково что там ожидать какого-то туризма просто невозможно если не брать конечно вот этот феномен паломничества о котором я думаю здесь большинство знает да это связано с возвращением потомков хасидских общин на эти земли где некогда возникли их дома и состоялись их их династии родовые потом они были все и уничтожены еще до холокоста так сказать сегодня это отдельное очень интересное явление так сказать недавно недавно я так уже в завершении такую интересную расскажу историю это было наверное месяц полтора назад я оказался в Меджи Божи где я значит попал в здание Бейт Мидраша Балшимтова который просто заново отстроили на пустыре три года назад здание вот может первый случай в котором попытались максимально соблюсти какую-то аутентичность ну это конечно не аутентичность но такую стилизацию сделать так как каким-то здание осталось зафиксированным на фотографиях и каких-то очень-то фрагментарных снимках или рисунках вот ну в общем-то им это удалось конечно атмосфера потрясающая когда я там разговорились мы там с одним американцем он нам сказал такую вещь что родился он в Америке жил он в Израиле он приехал сюда и понял что тут тот воздух которым он хочет дышать всю свою оставшуюся жизнь ему ну наверное чуть старше меня может даже моложе нетрудно это было выяснить при этом этот человек знал что есть город Меджи Бож есть город Умань есть город Бердичи есть Киев в который он прилетел и больше не знал практически ничего но он был настолько вот охвачен этой идеей пренепременно так сказать купить здесь какую-то недвижимость жениться и приехать сюда он даже стал нас спрашивать помощи в покупке недвижимости чтобы здесь так сказать он не стал жертвой в общем местного населения вот такой интерес да ну в общем да вот такой интересный интересный случай ну в общем все остальное это уже новая новейшая история и я думаю она пока не дала себе знать лишь последние пару лет так сказать начали строить новые синагоги в России на Украине так частично но начинается этот процесс вот насколько он будет масштабный сказать сложно думаю что не будет потому что не под кого не под кого все таки мы говорим с вами о том периоде допустим накануне накануне Второй Мировой войны когда на территории Восточной Европы даже отдельно Украины Польша проживала просто чуть ли не треть евреев всего мира понятно что у них был большой материальный фонд вот на этом я бы сегодня хотел завершить наш разговор и завтра мы уже пообщаемся с вами вот вот вы можете посмотреть ряд фотографий таких скажем просто военного времени да это снимок синагоги в городе Жопково такое показательное классическое здание оборонной синагоги которое сохранилось и она единственная по-моему из синагоги Украины занесена в список ЮНЕСКО вот пожар во время оккупации синагога в городе Тернополе Тарнополь старый после ее бомбардировки города после освобождения в 44-м году этот снимок был сделан ну и советские власти тоже здесь постарались это так сказать то что оставалось после бомбежки Симферополя и потом эта башня была снесена последняя и на этом месте был построен универсал вот вот такова печальная судьба последний снимок который я вам хотел показать на закуску он такой скорее философский да который показывает фронтон здание синагоги оборонного типа в городе Шаргород да здесь вы видите надпись на еврейте десяти заповедей Моисея там с короной так сказать такая классическая геральгическая группа которая была украшена тут там единственное нет львов может они здесь были но мы тоже не знаем это же как бы снимок такой могут у нас донести какие-то остатки да этот снимок был сделан в советское время когда здание синагоги расположили сокоморсовый завод вот значит были мы там да пили так сказать сок с морсом еще и водочку налили этого конечно звезды этой уже не было ее снесли ну вот вы видите как маркирует время здание в котором находится соответственно этому времени служба и структура и вот современный снимок вот поле фронтона внутренний карту пуст что здесь появится покажет время спасибо 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 Продолжение следует...